коровы теперь пасутся далеко от дома приходят даже не каждый день вот мой взрослый стадо коров третий день не приходила ни разу и я хожу их смотреть тёлки вчера пришли нахожу смотреть вот по их же кустам и их пастбищу я позавчера шла здесь столько грибов насобирала и сейчас уже насобирала тоже вот вроде бы ну что это такое за лес ну даже на лес не похож а смотрите сейчас покажу сколько тут грибочков вот такие красавчики уже произрастают буквально день назад все собрала и собрала естественно без корзинки шла я же по-другому делу еду и без пакета сегодня говорил о себе что ничего тоже брать не буду но все-таки пакетик прихватила нож не брала и вот уже сколько насобирала в пакетик смотрите какие малышенькие растут как такие не взять молоденькие крепенькие знаете вот раньше в этих кустах и в этом лежащем лесочке грибов не было и мы сами ездили на машине сначала даже на тракторе ну в общем то не так и близко получалось а теперь вроде коровы тут топчут и грибы есть грибы такие хитрые они маскируются и растут похоже прямо у самых-самых деревьев где животное наступить уже не может ну все-таки как-то мне кажется что животные поспособствовали произрастанию здесь грибов явно тут не было вот ребята уже вот такой пакетик опять у меня а я все их вижу и вижу если собираюсь собираю вот знаю же что вроде не надо уже детям свезла уже морозилку заложила ручка придется одни выкинуть старые а ног заложить потому что маринованные грибы прошлогодние тоже никто не съел ну и спрашивается зачем я их беру но не брать я их не могу грех отказываться от такого красивого грибика все равно он пропадет наверно мне придется уже не коров на поле идти с таким пакетом а домой назад возвращаться и точно налегке не заходя в лес сразу по чистому полю они уже скоро и в поле будут расти здесь бычье пастбище и вот смотрите гриб куда ты вылез дружок где животные самой весны паслись и по кустам ходили и стояли и как-то все таки они наверное разнесли эту грибницу или помогли ей вырасти здесь уже никого нет сейчас и животных все на новых выпасах а этот кусочек пастбище он оставил как он и называет бычье пастбище где сток стоит для быков которые придут сюда в ноябре месяц обратно но и при они сюда придут ну фактически на забой но кушать им тоже что-то нужно вот уже грибища большие растут еще крепенький нет ну ты еще ничего шляпку возьму тебя даже трогать не буду смотреть и ты дружок вроде вроде ничего в этом году больших продаж буков нет хотя быки большие хорошие даже от искусственного семенения есть а почему-то не разобрали не раскупили и поэтому на забой ноябре месяца у нас много голов осталось придется реализовывать животных мясом я честно говоря все это не очень люблю всю эту процедуру ну куда денешься лесное скотоводство полагает и это тоже вот ты какой крепкий о да ты белый да ты белый белый-белый точно даже не подумала только на днях здесь и здесь вот за этими березками как раз городили пастух снимали провод для выгода животных на это пастбище на большая я мужу сказала что-то горю в этом году ни одного белого еще даже не попадалось и вот попался все таки они есть даже в наших странных в кустах ладно пойду оставлю здесь пойду поиск коров вчера с утра ходил муж почему ты не обнаружил пулю я вынуждена была идти днем пришла посмотрела что она на месте все в порядке а почему я за нее волнуюсь потому что она захромала не знаю по какой причине ну лежит со стадом не отстает значит в принципе все нормально возвращать обратно ее в загон не стали не гоже дома летно держать даже если чуть-чуть приболел если есть возможность не держать мы этого не делаем у нее ничего критически страшно я не обнаружила ну так в принципе и получается немножко похромала и все зажило все-таки гирефордские животные гирефордский скот болеет мало и лечить ну нет конечно приходится лечить и заболевания бывают разные ну лечим мы не так и часто как я тут показывал одно видео про бирку для зефирки и там мы делаем укол сколько я потом не писала что это обычная витаминка седимин 5 миллилитров новорожденному теленку через сутки делается чтобы поддержать мне писали как мы закалываем животных не знаю чем антибиотиками гормонами роста и всем остальным знаете ребята я не оправдываться не отчитываться ни перед кем не собираюсь вы кто смотрит видите мое хозяйство ну можно сказать практически каждый день и понимаете что обработать мясную корову а уж тем более ох вот они а тем более колоть за гормонами какими-то или чем-нибудь подобным ну просто не представляется возможным это животное от этих препаратов будет не расти наверное угнетаться потому что для того чтобы уколоть надо скотинку будет загнать станок а чтобы загнать станок нужно пригнать все стадо то есть значит я должна всю сотню пригнать к дому начать какой-то отбор кого кого колоть кого не колоть или что колоть всех подряд но в общем люди как-то не думают ну что уже тут на дорогах то растет его даже уже сшибаю не вижу люди как-то не думают опишут я вообще-то мясо и сама ем и продаю его и знакомым и родственникам детям вожу да и просто даже нет не только от того что сколько это труда нужно вложить сами-то подумайте сколько препараты стоят денег вот мы сейчас лечили быка которого показывала до которого что-то случилось ногой его лечение обошлось 5 700 и это очень дешево потому что ветеринар приезжав два раза денег взяла за один вызов и лекарство я купила получается не на такую большую сумму и что-то у меня еще было деревья что-то падает поэтому конечно думайте что хотите по поводу кто кого чем колется пичкает ну мы свой скот стараемся беречь и даже витамины не колем даже стельным коровам не колем витамины фактически мы обрабатываем животных два раза в год весной перед выгоном на пастбище когда коровки все начинают телиться и уходят мы колем листогонку делаем и осенью когда они сейчас ноябре месяце придут домой на постой ну что мои красавцы тут вас очень мало только телятки спят я вижу стельных коров мы обрабатываем хопримеком почему-то и вермеком я боюсь говорят что он вызывает может вызвать аборт я не хочу чтобы у коров были выкидыши поэтому покупаем более дорогое средство никакие таблетки и сухие препараты и вещества нам не подходят до коров потому что они у нас ничего не едят когда я говорю ничего не едят это имею ввиду не комбикорм не не какие-то размолы не зерно ничего подобного мы ничем этим не кормим у нас только травяной откорм то есть на зиму у нас будет только сено если наш как раз для стельных взрослых коров молодняку только хорошее сено это эти две обработки занимают очень много времени и сил третий раз животные приходят станок мы пытаемся совместить процедуру обязательного забора крови и вакцинации животных с ветеринарной службой вот они приезжают кровь на анализы отбирают у всего поголовья на ликоз бруцеллез не знаю там точно еще на что и делают вакцину от лептоспироза и мы в это время обрабатываем от летучих насекомых как раз это уже май месяц и кто-то начинает и летать вот сколько им это помогло столько и помогло ну вот ребята поле чистое животных тут нет пойду я искать не буду отнимать ваше времени найду включу и снова где они пока не знаю где-то отдыхают ну вот ребята пожалуйста вот как тут не смотреть вот бык что-то с ногой сотворил иду лежит вот в этом кусту здесь доль канавы вот наверное по канаве этой ползали воду себе добывали и теперь он на ногу не встает вот даже не знаю ногой весь трясет уже даже бокал валились чё есть и пить хочешь да ну и да ты тут рядом но ты понятно оттуда не вылезал уже как домой везти тоже не знаю в общем это не близко ой бедный как тебя лечить что это такое а что за напасть она вас случилась только только иду всем рассказываю как гирефордский скот не болеет но ребята это не болезнь это можно сказать несчастный случай мог на корову прыгнуть неудачно мы просто ногу подвернуть в общем что потихоньку пойдем не знаю можно что ли позвонить спросить вообще гнать или сюда с препаратами придет наверно сейчас он ляжет хоть какие-то профильному уколоть до воды что ли принести о каждый день какие-нибудь да дела проблемы а